Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Анастасия Лебзева, и сегодня вы будете смотреть мою примерку в магазине ДНК. Погнали! И первый наш комплект это розовый спортивный костюм, у него очень крутой принт, за принт ставлю отдельную десяточку, в принципе, у него красивая спина, он удобный, ну, дискультуру я бы его с удовольствием носила. Погнали дальше. Следующую мы с мамой решили поприкалываться, но нам показался это даже модным, если можно так сказать. Вот такая вот ярко-ярко-ярко-ярко-ярко-ярко-розовая шуба вместе с панамкой. Конечно, она большая, поэтому я решила поприкалываться, ставлю этой шубе восемь из десяти. Хотя, почему восемь? Да все десять. Погнали дальше. Музыка Музыка И следующий у нас бежевый топ с обычными черными леггинсами. Ну, и также там была шапка. Шапка мне, честно, не понравилась, потому что, ну, это, может, так сказать, не мой типаж. А топик и лосины, в принципе, даже прикольное сочетание, но из-за того, что на топе были такие ярко-кислотные-зеленые надписи, да. Ярко-кислотные-зеленые надписи, то за это минус, потому что не подходит к лосинам. А так, в принципе, я бы поставила ему восемь из десяти. Ну, да, где-то восемь из десяти. Погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok И следующий у нас это лосиный пиджак. И кофта в полосочку. Кофта мне понравилась тем, что у нее здесь есть такой, у нее был такой вот вырез вот здесь для большого пальца. Это как бы и руки защищаются. Ну, как защищать? Защищаются там, может быть, от холода и тому подобное. Пиджак, в принципе, прикольный. Конечно, в офис его не наденем сразу, чтобы так решили. И потому что у него на спине бринт в клеточку. А так, сам по себе он довольно классный. Ну, а про лосины я говорила в предыдущем моем разговоре. Поэтому этому наряду я поставлю где-то семерочка. Все-таки это, так скажем, немножко немой типаж. И следующее это у нас лосины. И кофта в клетку. Ну, как в клетку. Мне очень понравилась эта кофта. Она мне прям вот запала в душу, именно эта кофта. Потому что она вот модная. Просто, ну, мне нравятся такие вот вещи, которые свободные. Нигде не дают, нигде не сдавливают. Этой кофте я поставлю 10 из 10. Погнали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И дальше у нас по списочку желтый топ и черная юбка. Сразу говорю, что юбки я не ношу. Поэтому судить я не умею по юбкам. В принципе, ну, нормально. В принципе, эта юбка мне понравилась. Топик очень классный, очень яркий. И просто вас будет сложно не заметить в какой-то толпе людей. Но вас обязательно обратят внимание. Этому комплектику я ставлю девяточку. Дальше у нас длинное платье по колено. В принципе, платье прикольное. Оно современное и стильное. Здесь разные надписи, где были написаны страны. Ой, не страны. Там, где были написаны города. Разные там. Москва, Питер, Екатеринбург. Ну, короче, вот так вот. Там были написаны города России. Как я подразумеваю эти города, написаны. Потому что магазин ДНК находится именно в этих городах. Так же, как и в нашем Курске. Этому платьюшку я ставлю восьмерку. Погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok У нас на очереди теперь синий комплект с жилеткой. Этот синий комплект очень классный. Он спортивный, если можно так сказать. В принципе, он сам по себе. Ну, прикольный. Этому комплекту я ставлю двести десяти. А жилетке я ставлю восемь. Потому что она, если можно так сказать, обычная. И совершенно ничем не отличается. Только кроме надписи на разбине. Поэтому погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok И дальше у нас топик плюс зеленые ярко-кислотные штаны. В принципе, штаны прикольные. Мне они зашли. Ставлю им девяточку. Топику я ставлю тоже девять. Потому что с этими штанами она не очень. Но, в принципе, мне тут сам понравился. Я бы, возможно, его носила. А потом мы с мамой решили попутешествовать на крышу нашего торгового центра. Только было очень холодно. И там мы решили проверить эту куртку. Куртка прошла тест, так скажем, на морозоустойчивость. Я, в принципе, не замерзла в 20 мороза. Поэтому эта куртка отличается тем, что она как рюкзачок. Вы ее надеваете. Если вам жарко, вы ее просто не носите. Вот так вот постоянно в руках с собой. А просто вешаете на плечи. Выходите по торговому центру. И вот не мешает вам эта куртка. В руках постоянно не падает, не волочится. Эту куртку я ставлю 10 из 10, потому что она классная. А на этом наша примерка подходит к концу. Обязательно нажимайте внизу на кнопочку подписаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. А с вами была я, Настя Вселенная. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok